Динамо против Крумкачоу Руководство команды по поводу результатов и игры И эта перепалка продолжалась на протяжении последнего месяца И вот вылилась в такой серьезный разговор Причем болельщики клуба поставили перед Сергеем Боровским ультиматум Он должен будет извиниться за прежние нелицеприятные высказывания В адрес фанатского сектора И, соответственно, покинуть пост наставника Минского Динамо Многие ожидали, что история продолжится на следующий день Уже на стадионе «Трактор» Но у Минского Динамо все сложилось удачно Подопечные Сергея Боровского провели достаточно содержательный матч Они давно не пропускают и уже имеют несколько побед на своем счету И вот в этом противостоянии с Воронами добились также уверенной победы со счетом 2-0 Артем Быков открыл счет в середине первого тайма А поставил точку уже под занавес встречи Владимир Хвощинский И таким образом три очка в активе А извинения Сергей Боровский все-таки принес поклонникам Но это случилось не в прямом эфире телеканала «Беларусь 5» Во время флеш-интервью, а уже на послематчевой пресс-конференции В 16-м туре мы играли в городе И после игры В адрес фанатов Мною была высказана фраза Что своими оскорбительными речевками В адрес команды соперника и его болельщиков Фанаты Не помогают команде Не тают наоборот Встановку на стадионе Против команды нашей Такие фанаты С такими фанатами нам не похудеть Вчера в стайках мы встретились И они сказали, что эти слова Оскорбили их до глубины души Если человек нанес оскорбление, он должен извиняться, конечно Поэтому я приношу свои извинения За высказанную фразу Так как я их оскорбил Они считают Извиняюсь перед фанатским сектором Тем не менее, много разговоров С негативным оттенком По-прежнему ходит вокруг Персоны Сергея Боровского И Минского Динамо Все это продолжается в составке Вука Рашевича И вот на этом матче Василий Хомутовский Который также летом покинул стан Столичной команды И перешел в Крумкачи Выскользовался по этому поводу Боровскому очень повезло Что он работает в Беларуси А не работает условно в южной стране Как Румыния, Турция Или Сербия Где тренировал бы там Цервена, Звезда, Стяо Или где-то в больших клубах Я думаю, что Человеку были бы Скажу очень большие проблемы После таких фраз Про ящик водки Для болельщиков Про лозунги Поэтому Не знаю, что он этим хотел сказать Ну, я еще раз говорю Я желаю ему всего хорошего Но Если он считает Свои слова правильными Но я думаю, что болельщики ему ответили по этому поводу Я считаю, что это неприемлемо Так относиться к своим болельщикам Скажу два пункта Первый Я горд За эти полтора года Работы моей в «Динамо» Так как играли Гутер, Игнатович Плодников молодой Это и есть результат моей работы За эти полтора года Второй пункт Вук Заслужил право Своими результатами В прошлом году Этот сезон Спокойно доработать Ушли 11 футболистов Основного состава И он фактически Без защитников Давал результат Двигался в Лиге Европы Ну, люди Граждане Люди Не знаю, как назвать В клубе Создали коалицию Его убрали Ну Я им желаю всего хорошего Но С ними ничего общего Иметь не хочу Мне не стыдно Никому смотреть в глаза За свои поступки Потому что я старался Чтобы клуб двигался И развивался Все мои поступки Были основаны на этом Поэтому я поступал По совести Ни под кого не прогибался И Поэтому мне не стыдно Никому смотреть в глаза